Привет! Сегодняшний обзор будет на радость семьянинам, любителям активного отдыха и всем хондаводам. Легендарный ответ Ноаху и Вокси от концерна Honda. Степвагон пятого поколения. В последнее время сегмент минивэнов в России стал очень популярным. Это в первую очередь связано с тем, что машина как минимум эргономичная и практичная. И действительно много людей, ну большинство, конечно, это люди семейные, уже возрастов побольше, но есть и молодежь, которая предпочитает активные виды отдыха. Все собираются, кооперируются и приобретают себе вот такие минивэны. Итак, ребята, у нас сегодня семнадцатый год. Это пятое поколение легендарного автобуса. Машина взошла на рынок России, я бы сказал, с большим шумом. В первую очередь это по технической базе, потому что на этот кузов впервые поставили мотор объемом полтора литра с турбонагнетателем. В зависимости от комплектации у нас может быть туманки, могут быть линза. Здесь у нас диодная оптика, ночью очень красиво светится. Ну и, конечно, визитной карточкой этого автобуса стала задняя дверь, выполненная по технологии VacuVacuGate. Чуть позже расскажем, что это такое, покажем, как она открывается и в чем вообще фишка, и почему такую штуковину первый раз придумала именно Honda. Давайте посмотрим, что у нас по техничке. Заглянем в самое сердце этого автомобиля, посмотрим, что же вызвало столько эмоций у российских пользователей автомобиля, когда он впервые зашел на рынок. Двигатель объемом полтора литра, системой изменения фаз газораспределения в ТЭК легендарная хондовская штуковина, которая отвечала вообще различным турбовым ребятам в ТЭК и ТУРБО. Постоянно было противостояние между этими двумя системами. Что сделала Honda? Пожалуйста, в ТЭК и ТУРБО. В ТЭК и ТУРБО в полтора литровом двигателе на переднем приводе в автобусе. Трансмиссия у нас вариатор, здесь все просто, все надежно. Многие переживают за счет того, что у этого мотора будет небольшой ресурс, потому что маленький объем с турбиной, соответственно, будет его винтить, будет он погибать. Пока еще не было случаев, ну так вот, если по сервисам статистику подобрать, не было ситуации, когда мотор умирал. С пробегом по 250 тысяч мы видели машины, которая продавилась на аукционе с нормальными оценками. Не отмечено, что у них какая-то течь масла, шум в моторе и так далее, так что можно брать. Можно брать в плане езды, в плане ощущения, что полтора литра для такого большого автомобиля не хватает, придется винтить, ничего подобного. Я сейчас сюда ехал, нормально, абсолютно не напрягаясь, машина идет, набирает обороты, не чувствуется, что там винтится у нее турбина, свистит, 6000 оборотов зашкалит, нет такого. Нормально катится, 2500-2000 оборотов набирает. Надо, конечно, набить этот автобус полностью людьми, поджвак, и проверить, как он будет себя чувствовать. Солом. Это самое интересное в этом автобусе. Посмотрите просто на вот эти формы, на вот эти вот угловатые панельки, на вот этот отдельно вынесенный козырек. Только в Хондах, наверное, есть вот такого плана вообще панельки. Смотрите, это, кстати, бардачки, которые открываются. Очень нравится мне вообще, как выполнен салон. Это не самая топовая комплектация. Есть кузова РП3 и РП4. Это спада, где там большой монитор, где подогревы, где кожаный салон. Все ездит, все электрическое, есть зарядка и так далее. Здесь этого ничего нету, но самое важное все-таки остается. У нас есть подогрева передних сидений. Посмотрите, какой шикарный столик. Нет здесь никакой зарядки, конечно, но, блин, ну это ли не чудо? Вот такой штуковины мне в Тойоте всегда не хватает. Что в НОХе, что в ВОКСе. Обе двери у нас с электроприводом. Все кнопочками управляется. Есть эко-режим, есть контроль антизанос, предотвращение столкновений, контроль полосы. Полностью информативный у нас дисплей на табло. Система, которая распознает дорожные знаки. Тоже в Хондах я такое часто встречаю. Ограничение скорости у вас фиксируется на приборной панели. То есть вы едете и видите, что ограничение в данный момент 50 километров. Система зеркал. Одно зеркало у нас стоит в салоне, одно стоит с обратной стороны уха. Ну, грубо говоря, заменяет полностью рожок. Показывает у нас, что находится у нас перед передним левым крылом. Отмечу также вот эти очень большие форточки, которые увеличивают обзор практически на 100%. Хоть у нас и массивная вот эта стойка, но так расположены стекла, что практически с любого угла видно все габариты машины. Чехол для очков, он же открывающийся в двух положениях. Зеркало для обзора того, что происходит на салоне. У нас в салоне, например, оператор машет. Нравится мне вот эта подсветка, которая у нас с диммером, как дома. Ребята, ну обалдеть, да? Ну чем не альфард? При том, что это не спада, это у нас простой степ. Смотрите, у нас огромный магнитофон. Не знаю, сколько дюймов. Не во всех комплектациях вот такой магнитофон у нас присутствует. Все понятно, все интуитивно. Здесь очень много японской, как всегда, навигации, управления печкой. Вот такая классная штука. Я реально не нарадуюсь, потому что она здесь не сенсорная, как в тех же везелах и фитах. Да, я люблю кнопочки. Во-первых, они плоские, ровненькие. Очень ярко видно на них, что нарисовано. И на ощупь реально можно нащупать какую кнопку, да, по порядку нажать, не отрываясь от дороги. Здесь у нас не дублируется на мультируле управление печкой. Места много. Есть столик, два подстаканника. Можно положить какую-нибудь еду, да, бутербродик. Смотрите, есть вот таких два удобных кармашка. Ну, опять же, как бы все просто, но реально, что тебе, Toyota, мешает сделать то же самое? Почему нет такого в Toyota? То есть, ну, реально, два кармашка, ну, это же просто, да? Это просто, но это реально круто, это удобно, и люди за вот такие мелочи будут выбирать автомобиль. Что у нас есть из опций, из управления? Обычный мягкий приятный свет. Хоп, включили, направленный белый. Пожалуйста. Управление печкой. Печки у нас две, значит, плюс-минус. Здесь у нас монитор. Монитор заправлен сразу на гейтерс. Дополнительная подсветочка. Материал, из которого у нас сделано сидение, это у нас простая тряпка. Цвет такой коричневатый, я не знаю, ну, выглядит... Не скажу, что я прям любитель коричневого цвета, честно, я бы сказал даже наоборот, в общем-то. Но вот в этой машине реально смотрится и выглядит прям, ну, по-домашнему уютно. То есть, не грузящий такой прям приятный, теплый салон. И есть комплектация у нас 7-местная, есть 8-местная. То есть, стоит два раздельных капитанских кресла. Между ними проход. Они не двигаются, как в Эсквайере вперед-назад, в Оксе, в Ноохе. Если вы берете автомобиль для семьи, у вас дети, маленький ребенок, у меня такая ситуация. Я бы взял именно вот такую комплектацию. Очень удобно. Здесь постоянно у вас будут лежать всякие подгузники, салфеточки, сумочки, одежда, куча игрушек. Навально здесь будет установлено детское кресло. Пожалуйста. Ну, или вот здесь вот, допустим, надо пройти вам назад, отодвинули, пожалуйста, прошли. Здесь вот все... Ну, то есть, когда реально два отдельных кресла, неудобно возиться с ребенком. Вот. Если у вас, тем более, два ребенка, то это вообще. Тут между ними пробка, сиди. Реально, они будут сидеть, скучать. Ваку-ваку, друзья. Давайте посмотрим, что это за технология, что это за дверь такая ваку-ваку-гейт. Гейт-ворот, понятно, ваку-ваку. В общем, дверь открывается 70 на 30. Если вам не нужно грузить что-то габаритное, да, просто закинуть там пару сумок, да, в принципе, вполне нормальный здесь проем. Можно даже через него сажать пассажиров на третий ряд. Более чем достаточно места. Если все-таки вы грузите не габарит, какие-то штуковины, можете открыть дверь. Вот так вот полностью. Места просто мега много. Давайте посмотрим третий ряд салона. Здесь, ну, как всегда, Honda берет мелочами. Я не устану повторять это за сегодняшний обзор, потому что, ну, даже здесь все лучше, чем у Noho. Не побоюсь сказать лучше, не то чтобы удобнее. В ровный пол складывается у нас салон. Третий ряд, я имею в виду. Ничего не торчит. Нет вот здесь вот у нас вот этих закрытых сидушек, которые у нас закрывают окна и делают салон поменьше. Ну, в общем, не сказал бы, что это прям сильно отвлекает, но реально так же круче, удобнее. Ну, хватает места для коленок, да, не очень высокому человеку, будет комфортно. Если у вас рост там, ну, 180 и выше, ну, придется второй ряд чуть-чуть подвинуть вперед, но все равно вы сидите высоко до потолка, еще сантиметров сколько? 20, наверное. Три подстаканника. Реально, три подстаканника. Здесь у нас есть прикуриватель. В пада версиях здесь есть выход под USB, HDMI, то есть можно вообще управлять всей магнитолой, даже с третьего ряда сидений. Все, что нужно, все есть, да. Ну, естественно, вот в старых автобусах были вот эти форчики, которые открывались, можно было еще воздухом дышать. Здесь такой возможности нету, но у нас есть дуйки от кондишки, пожалуйста, для пассажиров третьего ряда. Все для людей, все для людей, все продумано. Посмотрите глубину. Когда у нас сидения извлечены, у нас остается все равно вот такое вот, ну, я бы сказал, просторное багажное отделение. Чемоданы, то есть если вы везете шестерых, семерых пассажиров, ну, у семерых пассажиров, если по большому чемодану, все равно придется везти на руках. 155 миллиметров клиренс у этого автобуса. Для езды на природу, на море, может быть, по какой-то пересеченной местности вам будет более чем достаточно. В общем, как я уже и говорил, полтора литра для такого минивэна. Смотрите, нормально, все едет, ничего не дергается, ничего не трясется, машина не напрягается. Полторы-две тысячи оборотов, обороты растут легко. Машина мягенькая, все-таки ощущается высота, конечно. Ну, есть некая доля парусности, да, и в больших поворотах, наверное, на скоростях будет машину сносить. Вероятнее всего, ну, я имею в виду, с полосы выкидывать, потому что, ну, крен как таково есть, но это минивэн. Тут от этого никуда не деться, даже в альфардах такое есть. Трансмиссия простой вариатор, нету там режима механического переключения передач, то есть есть спорт режим. Очень хороший обзор, решают форточки вот эти, все видно. Зеркала у нас большие, также для этого кузова видно практически весь борт отверху до низу. Вот такая у нас есть нижняя часть, сферическая, которая у нас делит зеркало почти пополам, и, ну, все, что у нас попадает под колеса, мы опять же видим. Годный автомобиль, можно брать полтора литра. Хватает, ребята. В 17-м году появился рестайлинг на это поколение, и пошел кузов РП5. Это будет гибридная версия степа гона. Пока еще не привозили ни разу, только летом станут эти автомобили проходными. Как привезем, обязательно снимем обзор, посмотрим, как ведет себя гибрид на таком автобусе. Ребят, что по ценам? Смотрите, самый старт за модель полтора литра турбо передний привод, не спады. Комплектации от 950 тысяч рублей, это то, что я нашел в статистике за последние три месяца. Если хотите полный привод, а они бывают во всех комплектациях, полный и передний, готовьтесь доплатить около 50 тысяч рублей за то же самое состояние. В общем, 950-миллион рублей можно уже рассматривать и в идовые варианты. Если хотите комплектацию спада, если вы хотите получать максимально допустимое количество функций, опций от этого автомобиля, выбирайте комплектацию спада, а 1 200 000 – это самый старт за такие автомобили. 1 250 000, 1 300 000 можно рассматривать уже РП-4, это полный привод, комплектация спада. Дальше все зависит у нас от состояния, пробега, года выпуска, оценки и так далее. Возникает вопрос, стоит ли отдавать столько денег за степ-вагон, когда можно в этот же бюджет рассматривать уже Ноах и Вокси? Посмотрите на детали, которыми напичкана практически Хонда во всех кузовах Хонда догоняет уже Тойоту, я бы сказал, по многим критериям перегоняет. По надежности, что один, что второй бренд уже зарекомендованы, проверены и выбирать смело можно. Единственная рекомендация по конкретно вот этому автомобилю все-таки берите с честным пробегом, потому что 1,5 литра турбо и какой ресурс у этого мотора мы пока не знаем. Поэтому чем меньше пробег, тем лучше, но хотя бы предупрежден, вооружен. Поэтому берите автомобиль с честным пробегом в прозрачном состоянии и так далее. Кого еще из конкурентов можно поставить рядом с этим минивэном? Да, помимо легендарной Тойоты, Nissan Sirena. Тот же самый класс, самые бюджетные варианты, наверное, от 800 тысяч рублей можно рассматривать. И сюда бы я еще, наверное, притянул все-таки Mitsubishi Delica D5. Разнообразие по комплектациям, по техническим базам. Самое интересное, это, конечно же, дизельные варианты. Чем интересен? Тем, что у него база Outlander. И несмотря на то, что это комфортный минивэн с действительно достойным салоном, это все-таки остается внедорожником. Пишите комментарии, какой минивэн все-таки ближе к вам, больше удовлетворяет ваши потребности. Может быть, это дизельные моторы от Mitsubishi, может быть, гибридные установки от Prius, которые реализованы в Voxi и в Noh. Может быть, это все-таки турбовая Honda. Будет интересно почитать. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на наш канал, кто еще не подписан. Ну и до новых встреч!